Всем привет! Спасибо, что заглянули ко мне в гости. В сегодняшнем видео я вкратце вам расскажу про свои мягкие, уютные, умиротворяющие ароматы, которыми я пользуюсь в последнее время. А также хочу вам вкратце рассказать и показать про свой новый прибор, который помогает мне в уходе за полостью рта. Это автономный ирригатор Acleon TF200. Ирригатор является незаменимой вещью по уходам за зубами и, собственно, за полостью рта. Конечно же, этот прибор полностью не заменит вам зубную щетку, но является очень эффективным ее дополнением, поскольку ирригатор и его основные функции направлены на то, чтобы удалить зубной камень, зубной налет, остатки пищи между зубами, куда зубная щетка просто не может добраться. Кроме того, с помощью этого замечательного прибора можно проводить и в процессе чистки зубов этим прибором проводится бережный, но эффективный массаж ваших десен, что снижает их кровоточивость и воспаление. В общем, этот прибор абсолютно благоприятно и благотворно действует на всю полость нашего рта. Этот ирригатор мощный и, что немаловажно, автономный прибор, то есть он может заработать без предварительной подзарядки до двух недель. В комплект этого ирригатора, собственно, это прибора, входит зарядное устройство, то есть прибор заряжается от сети и его зарядки хватает до двух недель. Также сюда входят две насадки, вот я пользуюсь такой вот розовенькой, с розовенькой окантовочкой, а муж будет пользоваться вот такой вот синенькой. И также в комплект входит вот такой вот удобный мешочек для транспортировки ирригатора. Ирригатор очень компактный, он поместится, мне кажется, в любую ручную кладь, он не занимает много места. И к тому же в подарок к этому прибору мне шла вот такая вот электрическая щетка. Я вам дам ссылку на сайт, где я приобретала этот прибор, и вы также можете посмотреть, идет ли сейчас в подарок вот такой вот замечательный дополнительный приборчик, как электрическая зубная щетка, которая сама по себе стоит довольно-таки недешево, а тут она просто вам дается в подарок. Итак, как я и сказала, этот ирригатор имеет три режима работы, то есть три уровня регулировки ощущающей струи. Это обычная, мягкая и импульсная. Что немаловажно, объем резервуара этого ирригатора 200 миллилитров, что вполне себе достаточно для одного использования. Кроме того, весь корпус этого ирригатора является водонепроницаемым. Еще немаловажная вещь, что этим прибором, то есть заполнять вот эту вот емкость для жидкости, можно не только водой, но и разнообразными концентратами и отварами для еще более лучшим уходом за полостью рта. Также ирригатор имеет две поворотные насадки, и вот эти вот насадочки имеют такую функцию крутиться на 360 градусов, то есть это очень и очень удобно. В уходе за полостью вашего рта. Также там, где я приобретала этот ирригатор, есть еще более мощная модель, она, по-моему, называется TF600. Я ее тоже рассматривала к приобретению, но все-таки остановилась на вот этом вот компактном автономном ирригаторе, чем меня не устроил вот тот вот TF600, более мощный, более функциональный. И, казалось бы, да, он обладает встроенной УФ-лампой для дезинфекции всего прибора, но, в общем-то, да, более расширенным функционалом. Это то, что питание его от сети, в отличие от этого портативного ирригатора, который один раз зарядишь и на две недели хватит. Ну и, к тому же, TF600, он более громоздкий. Так что, если вы задумываетесь о приобретении ирригатора, то вот я вам скажу, что мой выбор пал именно на вот эту вот автономную модель. Кстати, в комплекте к этому замечательному ирригатору вы также в этой классной коробочке найдете не только зарядное устройство и два поворотных механизма для очищения полустерта, но также гарантийный талон. Вот так вот он выглядит. Ну и, к тому же, естественно, полную инструкцию на русском языке, с которой, конечно же, необходимо предварительно ознакомиться, прежде чем начинать использовать прибор. Но сам прибор очень прост к использованию, и все его кнопки действительно нажимаются просто интуитивно. Заполняем емкость водой, нажимаем кнопочку включить. Второй кнопкой выбираем требующийся нам режим. Когда нам потребуется отключить ирригатор, нажимаем кнопочку стоп. Вот и все. Кстати, вот это вот устройство, смотрите, куда вставляется зарядка, тоже надежно защищено. Еще раз повторяюсь, я проверяла корпус ирригатора 100% водонепроницаемый. Хочу вам показать, как еще, потому что я думала, не прочитав инструкцию, как вынимается вот эта насадка, выдергивать ее тоже не надо. Есть специальная кнопочка, нажав на которую вы с легкостью вынете насадку для ее дезинфекции, промывки, либо чтобы осменить ее на другую. И этим ирригатором мог пользоваться другой человек. Итак, ссылочку на тот магазин, где я купила этот ирригатор, я оставлю в описании под видео. Ну и, конечно же, чтобы вам было удобнее в закрепленном под этим видео комментарии. Ну а теперь давайте перейдем к нашей любимой теме с парфюмерией. Сейчас этот ирригатор отложим немножечко в сторону, но я надеюсь, что я очень хорошо и наглядно про него все показала. Рассказала я, кстати, вот этому подарку, я тоже очень рада. Так что переходите по моей ссылке в магазин, может быть и сейчас еще, в подарок к приобретению ирригатора идет электрическая зубная щетка. Посмотрите, она с чехольчиком и очень-очень удобная, как дома, так и в путешествиях. У нас всегда большой запас электрических зубных щеток в семье. Итак, давайте приступим. Спокойные, умиротворяющие, расслабляющие, душевные такие ароматы. Такие ароматы в моей коллекции тоже имеются в достаточно большом количестве. И для меня нотки спокойствия в парфюмах это, во-первых, пудровость, древесность, сливочность. Ну, то есть, чтобы этот аромат не орал, не кричал, не слишком сильно заявлял о себе, но при этом был очень хорошо ощутимым. И создавал вот такое вот уютное настроение, как вам, так и окружающим. То есть, успокаивал. И начать, конечно же, я хочу со своего любимчика. Это новиночка. Молекула 0,1 плюс ирис. В основном все молекулы, они такие звонкие, цитрусовые, некоторые древесные, некоторые опряные. Вот эта вот молекула 0,1 плюс ирис пахнет действительно душевно. Она пахнет пудрой в сливках, сливочной пудрой. Здесь в составе действительно есть ирис. Для меня он не слишком-то морковный. Также, конечно, есть очень хорошо различимые и слышимые отголоски молекулы из Зои Супер. Этот аромат не очень громкий, зато обладает отличным, очень приятным сливочно-пудровым молекулярным шлейфом. Кстати, напишите мне, пожалуйста, в комментариях, пользуетесь ли вы ирригатором. Так же, как и я, я постоянно пользуюсь ирригатором. У меня и на даче есть. И вот сейчас я еще решила сменить модель. Смотрела отзывы, мониторила. И вот остановилась именно на этом магазине и на этой модели TF200. Итак, молекула, да? Второй аромат, который хочу вам показать, это, конечно же, мое недавнее приобретение. Парлемоа Мюки Маск. Это парфюм, который целиком и полностью посвящен мягкой, древесной, сливочной, даже молочной нотке сандала в окружении молочного мускуса. Это очень уютный, на прохладное время аромат, укутывающий, обволакивающий, просто, как знаете, легкий-легкий-легкий шарфик. Обожаю его. Он меня так умиротворяет, так успокаивает, как многие ароматы это действительно не могут сделать. Следующий парфюм с такими свойствами лично для меня. Вы будете удивлены, но, видимо, потому что у меня носик уже адаптирован к слишком сильным запахам. Вот этот аромат от бренда Нишане, который называется Хандрит Сайленд Уэйс, для меня тоже является очень и очень уютным. И все потому, что здесь в основе, в основании я чувствую запах какого-то кофейного, очень вкусного десерта. И, по сути, по своей, этот аромат более усовершенствованная. Версия аромата Black Opium от Yves Saint Laurent. Только Нишане обладает большей стойкостью, большей все-таки яркостью, большей диффузностью и более таким долгим и длинным шлейфом. Вот когда я его наношу, я чувствую себя очень уютно, очень умиротворенно. Как будто бы вечером за чашечкой какого-то ликера и с каким-то шоколадно-кофейным тортиком. Нишане Хандрит Сайленд Уэйс. Следующий парфюм, ну, я думаю, не один парфюм, правда, такие спокойные ароматы не обойдется. Без ноты парфюм Джульет Хазган. Обожаю ароматы. И от этой марки, в принципе, да. Очень хорошо чувствую Амбраксан, Цитолокс, который тут содержится. Не знаю, как Цитолокс, Амбраксан-то точно чувствую. Чувствую в этом аромате, знаете, вот такие вот чистые, сладковатые, немножечко пудровые, очень уютные и успокаивающие нежные женственные нотки. Поэтому сейчас я им пользуюсь с огромным-огромным удовольствием. Следующий парфюм, который я ближе к холодам уже достала из-за граммов своего парфюмерного шкафчика, это Карвен Сао Паула. Невероятно вкусный, аромат уютный, душевный, домашний. Когда вы его наносите, как будто вы, знаете, оказываетесь в кругу друзей, любимого человека, родных и близких, на вот таких вот, знаете, праздничных каких-то посиделках, при этом очень уютных, где ни у кого нет никаких излишних комплексов, не надо придерживаться особенного дресс-кода, контролировать свою речь. То есть, все как бы ведут себя так, как они и есть, да, ну, потому что все родственники других своих родственников знают от и до, поэтому чего, да, тут, ну, тут, в общем, про что аромат? Это довольно-таки сладкий такой аромат на тему рома, корицы. Прислушавшись более глубже к раскрытию парфюмерной композиции, здесь также можно услышать и варенье из вишни с вишневой косточкой. Тоже, опять же, такое ощущение, как будто вы в кругу, уютном кругу своей семьи, с какими-то сладостями, восточными явствами, может быть, да, сидите в столовой вечером, мило разговариваете, беседуете, беседуете, и вас окружают вот такие вот великолепные, сладкие, спокойные, уютные, домашние, при этом сексуальные все тут вот эти вот запахи. То есть, мужчина, принюхиваясь к таким вот ароматам, которые я показала от вас, то есть, действительно, испытывает к вам еще большую любовь, да, вот так вот, мягко сказать. И закрывает эту подборочку еще один парфюм, который я довольно-таки давно не носила. Вот сейчас, в сентябре, уже начала это делать. Это относительно новинка от бренда Родригана, Нарцисса Родригес, и парфюм называется Муск Нуар. Ну, конечно же, заявлено, что это очень и очень сексуальный парфюм, и я купила его, конечно же, и поэтому, и, во-вторых, почему я его купила? Потому что он мне очень и очень действительно понравился своей нежностью. Когда его наносишь на себя, ощущение от его аромата напоминает, знаете, тактильные какие-то вот бежевые, слегка, может быть, розовые, нюдовые вот такие вот. Возможно, даже белоснежные кружева, которые ты одеваешь после душа на свое тело, попользовавшись каким-нибудь дорогим кремом, и все вот это вот так вот уютно, приятно. Твой молодой человек, либо мужчина, муж, да, тут с тобой дома, вы сидите на диванчике, да, включив какой-нибудь очень интересный фильм, прижавшись друг к дружке, обнявшись, и вам очень-очень хорошо. И замечательно. Вот такие вот эмоции, уютные, домашние, рождает у меня этот парфюм Нарцисса Родригес Муск Нуар, в составе которого мы можем услышать, ну, в принципе, и замшевые, и кожаные, очень нежные, женственные нотки, все это в окружении пудрового гелиотропа. Вот гелиотроп, конечно, здесь придают такой сливочной пудровости, ну, и к тому же сливы и отголосков кожицы персика. Итак, мои хорошие, на этом я буду завершать данное видео, надеюсь, оно вам понравилось. Спасибо, что смотрите, спасибо, что подписываетесь. Я вас всех целую, говорю вам пока-пока, и до скорых новых встреч, конечно же, еще увидимся.